Добрый день еще раз, коллеги. Я думаю, что мы можем начинать. Уже 10.01. Потихонечку остальные коллеги к нам присоединятся. Рада приветствовать вас на вебинаре. Для тех, кто меня не знает, меня зовут Татьяна Мелушкана. Я являюсь менеджером в 3CX по работе с партнерами из стран Скандинавии, России, СНГ, Украины и Грузии. Мы в первый раз организуем вебинар круглого стола. И он отличается от стандартного коммерческого вебинара тем, что мы больше фокусируемся на живую дискуссию с партнерами на заданную тему. Мы приглашаем коллег и опытных партнеров, компетентных в технической стороне вопроса, для того, чтобы они поделились своим опытом, мнением, позитивными примерами. Сегодня наша тема — удаленная работа и колл-центр с 3CX. И сегодня моим соведущим будет Игорь Снежко, мой коллега, который по совместительству работает с 3CX, а также является нашим партнером, нашим дистрибьютором в Украине. Игорь очень много лет работает с 3CX, и он технически очень компетентен. Также сегодня соведущими являются многоуважаемые наши партнеры из России, Олег Агапов, компания OnlyLine, наш платиновый партнер, и Дмитрий Пахомов, деловой разговор, титановый партнер, которые тоже обладают большим опытом, хорошими примерами, и смогут поделиться своими знаниями, опытом и ответить на многие вопросы. Также у нас представители, уважаемые дистрибьюторов из Азербайджана, ITech Group, также представители из России, Pemática и коллеги из Pemática тоже присоединятся, технические инженеры, которые тоже смогут на многие вопросы. Также Илья, я думаю, вы тоже сможете подключиться. У нас работает активный чат, поэтому все вопросы вы можете задавать в чате, и в процессе вебинара будем на них отвечать. Игорь, если вы готовы, мы можем начинать. Вебинар будет записан и опубликован... Да, конечно. Да, отлично. Будет записан и опубликован на YouTube-канале Pemática. И также я вышлю вам запись на электронную почту. Всем, кто сегодня участвует, все, кто зарегистрировались и по каким-то причинам тоже не смогли поучаствовать. Поэтому мы начинаем. И если возникают вопросы, задавайте в чате. Мои коллеги из Pemática или партнеры, которые знают ответ, могут отвечать сразу же. Итак, мы сегодня обсудим четыре главные темы в течение вебинара. Основные возможности и функции такт-центра. Мы поговорим об интеграции 30X, CRM и PMS. Ваших клиентов рассмотрим разные варианты отчетности и обсудим возможности удаленной работы с 30X. Давайте посмотрим на решение 30X колл-центра, то, что в него входит. 30X предоставляет клиентам гибкость в выборе метода связи, наиболее отвечающих их потребностям. Агенты могут эффективно общаться с клиентами по множеству каналов через единый удобный интерфейс. Основные компоненты любого контакт-центра – это панель колл-центра и оператора, очереди вызовов, потоки вызовов, которые можно настроить при помощи голосовых приложений, то есть это call-flow-дизайнер, обучение мониторинг агентов и живой чат. Мы рассмотрим каждый из этих компонентов подробнее. Панель колл-центра и оператора. Wallboard позволяет супервизорам колл-центра отслеживать эффективность своей команды по ключевым показателям эффективности и контролировать уровень обслуживания. Он получает текущее состояние вызовов на основе статистики в реальном времени. Если вы являетесь участником одной очереди, вы увидите статистику этой очереди. Если вы являетесь участником нескольких очередей, все статистические данные будут добавлены вместе. Статистика включает следующее. Ожидание звонков, общее среднее время разговора для всех обслуживаемых вызовов, сколько отвечено, количество отвеченных вызовов, абэндент – это количество оставленных, неотвеченных вызовов, агенты заняты, количество операторов, занятых в данный момент ответом на вызовы, и всего, общее количество вызовов, отвеченные и неотвеченные. Обратные вызовы – это количество запрошенных обратных вызовов, соответственно. Менеджеры очередей также могут настроить панель колл-центра своей команды с именем мотивационными сообщениями. Это можно легко изменить из веб-клиента, и если вы загуглите 3CX Wallboard, то увидите, что у нас есть и видеоурок по панелям колл-центра, который может быть полезен для вас и полезен для демонстрации клиентам. Коллеги, если есть какие-то комментарии или вопросы по определенному слайду, вы можете сразу же их задавать. Игорь, вы тоже можете комментировать, и партнеры тоже смело. Обычно я прокомментирую вот этот 3CX Wallboard, информационная панель колл-центра. Ее выводят на большой экран, который вешают где-то на стене напротив операторов колл-центра, и они могут видеть свою работу в команде, для чего это сделано. Либо можно по определенной очереди вывести эту статистику, оперативную статистику, либо по всем очередям сразу разбить на несколько экранов. Это очень удобная штука для мотивации, для понимания, что происходит. Вот, например, сколько сейчас звонков в ожидании. Если их слишком много, то надо принимать какие-то действия, то есть искать срочно человека. Эта информация больше не для... Ну, она больше как и для супервизора, как для руководителя колл-центра, так и для самих операторов, чтобы понимать, что происходит. Ну, а кроме того, есть еще статистика, отчеты. Это уже больше для аналитики руководителей. Вот как может пользоваться этот wallboard. Вот там, где wallboard написано 30x, можно какое-то мотивационное сообщение написать или просто какое-то информационное сообщение вывести. Да, насчет исходящих вызовов. На сегодняшний момент, может быть, вот партнеры посоветуют различные решения, но по исходящим вызовам статистика в таком удобном формате недоступна. Не отображается. Да, по исходящим нет. Возможно, использовать там сторонние различные решения. Этот вопрос уже неоднократно обсуждался. Какие-то будут... Сейчас этот call-центр заточен на входящие звонки. По поводу стратегии распределения вызовов. Это является очень важной частью. Очередь вызовов определяет входящие вызовы в очередь. В соответствии с этой очередью и нужно будет ответить на вызов, пока внутренние абоненты заняты другими вызовами. Вызывающие абоненты, определенные в очередь, будут слушать музыку на удержании и ждать, пока агент станет доступным, чтобы ответить на их звонок. Это стандартное решение. Это отличается от группы вызовов, где после однократного опроса списка вызывающий абонент будет переведен... Это называется destination if no transfer. Пункт назначения. Можно перевести на русский как пункт назначения, если нет ответа. С 30x агенты имеют возможность входить и выходить из очереди вызовов. Или вход в систему можно автоматизировать в соответствии с их схемами и временем перерыва. Как только они попадают в очередь, вызовы распределяются между агентами по мере их доступности в соответствии с настроенной стратегией. 30x предлагает 13 стратегий распределения вызовов. В том числе вызов всех. Звонок попадает на всех операторов, и первый, кто ответит, будет общаться с клиентом. Равномерная загрузка операторов позволяет маршрутизировать вызовы, направляя на оператора, который либо больше всех бездействовал, либо меньше всех разговаривал, либо меньше всех ответил. Вызов по приоритету. Попадает на первого доступного агента в списке и двигается вниз по списку агентов, пока один из них не ответит на вызов. Вызов первых трех попадает на первых трех доступных агентов в списке. Циклический вызов запоминает, какой агент ответил на последний звонок, и при следующем звонке начнет распределение на следующего агента в списке. Это предотвратит перезагрузку первого агента в списке звонками. И вызов по квалификации. Это маршрутизация на основе навыков агента и является функцией для редакции Enterprise. Например, в нашем отделе, в 3CX Sales отделе, это очень актуально, потому что у нас распределение идет по языку. Я говорю на русском, коллеги говорят французский, немецкий и так далее. Соответственно, по языку агента распределяется звонок. Если вызывающий абонент не хочет ждать в очереди, вы можете включить функцию обратного вызова. Это позволяет абоненту запросить обратный звонок. Если есть комментарии, Игорь, коллеги. Я сейчас подскажу. Смотрите, по поводу первого момента. По поводу... Там упоминалось направление при неответе. Вот был такой термин. Это направление. То есть звонок от абонента поступает на очередь вызовов или на группу, или на другой номер. При определенных условиях, которые происходят в очереди. Первое условие – это все операторы не в очереди, просто не подключены. Никого нет по какой-то причине. Ночь или еще что-то. И второй вариант – если все операторы заняты, и звонок провисел в очереди более определенного количества секунд, которые можно установить при настройке очереди. Вот как срабатывает звонок при неответе. Теперь вопрос. Потому что об этом часто спрашивают, и я решил сразу прокомментировать. Да, и дальше этот абонент, он может быть перенаправлен на секретаря, или на какую-то специальную очередь, или на какой-то внешний колл-центр, который всегда на подхвате по договору работает. То есть из вашего основного колл-центра, вашей организации, можно направить куда-то на аутсорс. Теперь, есть ли возможность использовать чат-боты или интеграцию с мессенджерами? Сейчас в 3CX есть родная интеграция с Facebook мессенджером и с SMS-службами. В частности, вот Google RCS и также с теми SMS-операторами, с которыми 3CX будет постепенно договариваться. То есть там принцип примерно как интеграция с CRM, там через REST обмен. Какие-то дополнительные, вот WhatsApp, Viber, Telegram. Я слышал, что такое планируется, но я так понимаю, что это не такой быстрый процесс. Вообще, да, планируется делать такой мультиканальный колл-центр. Вот начать с Facebook, там, где это удобнее всего, где есть поддержка, есть уже там инструменты наработанные. Я прокомментирую это. Действительно, у нас стоит в RoadMaps интеграции с мессенджерами. По поводу WhatsApp это немножечко сложнее, но это в планах. Я не могу сказать по срокам, но это планируется. Да, по поводу красным, когда очередь... Это было раньше. Насколько я помню, в последнее время этого нет. Вот кастомизация дашборда, про которую вы спрашиваете, отображается ли на дашборде красным, когда очередь переполняется. Раньше, да, можно было различные условия задавать. Там был такой HTML-файл или XML-файл, который можно было подредактировать, устанавливать границы, устанавливать параметры, после какого количества звонков она начинает краснеть. Теперь этого нет. Почему убрать, я не знаю. Возможно, какие-то соображения производительности. Не могу сказать. Ну, как бы там ни было, эти вопросы обсуждаются на форуме 30x, есть раздел идеи, а также есть форум для VIP-клиентов и топовых партнеров, где вы можете еще раз об этом сказать. Его читают непосредственно руководители и те, кто принимает, вот эти архитекторы, которые принимают решения о новых функциях. Да. Есть ли возможность использовать API? Да-да-да, я так понимаю, что она будет. Ну, по крайней мере, смотрите, это очень новая штука. Она еще даже не реализована в этом Update 7. Вот я сейчас как раз готовлю статью по Update 7. Когда она будет, как я видел, там шаблоны, которые действительно взаимодействуют с API. И даже там будет такой тестовый шаблон, где вы можете вписать в свою строку API-запроса. Да, и как бы отправить смс-ку, получить смс-ку, и вот посмотреть, как оно работает. Да, это ожидается. Да. Я надеюсь, то есть, ну, надеюсь, что это будет. Вот. Ну, поскольку оно реализовано, да. Позволит не дожидаться вашей даже собственной GSM-шлюзы. А, вы имеете в виду со собственными GSM-шлюзами? Ну, возможно, да. Если GSM-шлюз поддерживает такой же самый механизм обмена, я вот, честно говоря, так глубоко вот туда не вхожу. Тут очень много других задач. Но думаю, что да. Если там есть через HTTP запросы и ответы, то это реально. Ну, скажу официальную версию по поводу смс. Конечно, мы работаем с нашими сертифицированными Сибтранк-провайдерами и договариваемся, ну, об этом всем официальным путем, да. Поэтому, в принципе, сейчас функция эта не запущена в российском регионе. Ну, да. Конечно, официально. Да, если речь о поддерживаемых операторах, то это нужно взаимно тестировать. Должно пройти взаимное тестирование. Должен быть выделен со стороны этого смс-провайдера. Да, вообще любого провайдера или CRM-системы, какой-то специалист или какой-то номер, на который можно обратиться, при выходе каждой новой версии 30x или сервис-пака проводится повторное тестирование всех этих функций, грубо говоря, по списку. Вот. Но я надеюсь, я надеюсь, я еще раз подчеркиваю, что я не гарантирую, что будет возможность подключить и ваш смс-провайдер или ваш шлюз примерно так же, как можно подключить любой СИП-оператор сейчас или CRM-систему, используя некий шаблон. Да. Ну, да, это в будущем. Голосовые приложения, то есть CoolFlow Designer, что это такое, это отдельное приложение, которое позволяет создавать собственные скрипты обработки потоков любой сложности и любой логики для ваших клиентов. Это такая очень обширная тема, но мы ее сейчас коснемся. Созданный скрипт загружается на ATS 30x, на него направляется поток вызовов, требующий обработки. Ну, чтобы научиться пользоваться, потребуется, конечно, какое-то время, но после этого вы сможете легко визуально создавать сложные голосовые приложения без необходимости какого-то программирования, написания сценариев. А CoolFlow Designer, кроме визуальных методов, поддерживает модули на языке программирования C-Sharp. Несколько примеров потоков вызов, которые можно создать. Это программирование исходящих звонков. Можно внедрить шлюз голосовых платежей, автоматизация приема платежей банковскими картами, внедрение данных клиентов в свою базу данных, например, запрос номера их счета или уровень партнера, как это делает наша система. Автоматический исходящий номер набиратель для исходящих колл-центров. Телефонные опросы и много-много разных других примеров. Здесь могут коллеги поделиться своим опытом, какие голосовые приложения они создавали с какими-то реальными примерами. Я сейчас в буквах просто покажу, особенно, конечно, это интересно будет тем, кто никогда этого не видел. Вот здесь у нас находятся различные объекты, как бы модули. Модули могут называться перевод вызова, запрос пользователя, то есть запрос ввода каких-то цифр, правка e-mail, запись в файл, работа с кредитными картами. Сами программисты 30x написали такой модуль. Что еще? Запрос в вашу CRM. Это готовые модули. И дальше вот вы их как мышкой перетаскиваете в это поле, и здесь у каждого модуля есть разные свойства. То есть он получает какие-то данные и отдает какие-то данные. Например, заходит звонок, дальше он попадает в модуль ввода, вы перетаскиваете модуль ввод пользователя. Пользователь вводит свой, допустим, какой-то номер питанции. Дальше, перетаскиваете следующий сюда модуль. Он идет дальше по этой цепочке. Следующий модуль у вас называется запрос в базу данных. И там вы уже в самом этом объекте, в этом модуле, вы уже там настраиваете, какая база данных, логин, пароль, SQL, саму эту строку. То есть он получает на первом шаге от пользователя принят ввод, там пять цифр, затем, или просто записан его номер, caller ID, затем идет запрос в следующий модуль, запрос в внешнюю базу данных. Дальше этот модуль возвращает ответ из базы данных. Например, изделие готово. И дальше следующий модуль, вы опять перетаскиваете, TTS, Google TTS, Text-to-Speech. И клиенту система голосом Google говорит, ваш заказ, номер такой-то выполнен. Вот там. Все. На этом, собственно говоря, CallFlow, то есть вот голосовое приложение, голосовой поток завершается. Есть также другие варианты. Что делать, вот, допустим, правая ветка. Что делать, если оборудование не готово? Ну и дальше там перевести на оператора. Тогда используется модуль трансфер, перевод. Вот так вот оно и работает. Вот. Это упрощенно. Но дальше уже с каждым модулем нужно разобраться. То есть, в принципе, программирование такого не требуется, но навыки с работы с этой системой нужны. То есть так вот, ну, с кондачка не получится. Осман, я хочу прокомментировать. Я запись вебинара пришлю вам, и вы все увидите. Вы сможете прокрутить и посмотреть то, что показывает Игорь. Это Дмитрий Пахомов, делаю разговоры. Можно вставить свои пять копеек по поводу собственного дизайнера? Здравствуйте. Ну, хотел привести еще примеры. Ну, это уже достаточно сложные задачи, которые можно решать с помощью CallFlow. Дизайнеры мы вот их и решили. Это дополнительная интеграция с CRM-системами, когда входящая маршрутизация делается на основе данных из CRM-системы. То есть, из CRM-системы находится карточка контакта лида, вычисляется по какому-то алгоритму ответственный менеджер, и на него делается перевод вызова, вплоть до озвучивания, на кого сейчас переводится вызов. Также это возможность с помощью CallFlow-дизайнера сделать прилипание звонка. Функция – это автоматический перевод звонка на того, кто последний разговаривал с данным клиентом. За непредложительное время, предположим, 15 минут с ним разговаривал бухгалтер, есть клиент перезванивает, он, скорее всего, хочет попасть на бухгалтера. И сейчас я начал достаточно сложную разработку, думаю, все получится, предварительные тесты прошел успешно. Это серверная интеграция с CRM-системами, лишенная минусов штатной серверной интеграции. Так, у нас будет журнализирование звонков от имени Вепхука, того сотрудника, который участвовал в разговоре, то есть сразу будет в CRM-ке видно, кто разговаривал. Подтягивание записи, ссылка на скачивание записи разговоров в CRM будет приписываться. И также будет приписываться информация, на какой номер поступил звонок. То есть вот это большие минусы в штатной интеграции серверной. Мы с помощью Callflow-дизайнера планируем эти минусы все убрать. Ну, это будет свой модуль интеграции. Ну, надо понять, что такое программирование уже возможно только на C-шарпе, потому что такие сложные вещи писать с помощью визуальных методов – это нереально. Тут надо профессионально работать с C-шарпом. Спасибо, Дмитрий. Может, кто-то еще хочет поделиться опытом по поводу Callflow-дизайнера? Я отвечу на два вопроса. Да. Вот я сбросил, значит, примеры. Примеры. Они также есть и документации к Callflow-дизайнеру на сайте CX. Они так развернуты описаны. Также я там несколько статей на Hub-редиал. Можно почитать Hubbard. Hubbard CFD введите в поиски, найдете. И, да, систему можно настроить без него. Ну, конечно, вы настраиваете систему через веб-интерфейс. Это просто дополнительная функциональность, которая вот работает. Дополнительный код, кстати, Callflow-дизайнер, он генерирует на выходе код в C-шарпе. Это дополнительный код, который прямо управляет ядром АТС и позволяет делать те вещи, которые в интерфейсе не вынесешь, иначе интерфейс будет сильно перегружен. Хорошо, спасибо. Сейчас мы переходим к лайв-чату. 30x-лайв-чат – это наш плагин для сайтов, который позволяет посетителям веб-сайтов общаться с агентами в режиме реального времени. У чата есть ряд преимуществ. Он удобен, быстр, совершенно бесплатный для ваших клиентов, то есть нет платы за звонки. Он доступен во всех пакетах лицензий 30x. Хочу отметить, что можно также настроить маршрутизацию сообщений, чтобы они поступали не на одного фиксированного сотрудника, а на очередь операторов. Такая функция доступна в лицензиях редакции Pro Enterprise. Уникальность живого чата заключается в том, что вы можете начать общаться, а затем перейти к разговору с тем же агентом. Это особенно полезно, если вам нужно что-то уточнить или объяснить в сложной службе поддержки. Вы подключаетесь к агенту напрямую, а не в очереди звонков, поэтому вам не нужно повторяться. Да, хочу отметить также, что внешний вид вашего живого чата кастомизируется по цвету, тексту и логотипу. Да, я просто тут сейчас отвечал на вопрос. Я тут написал, что... Я даже сейчас отвечу, а здесь потом напишу, что вот смотрите, вот эти все вопросы по разработке, это, как вам сказать, это есть люди, которые управляют машиной, а есть, которые ремонтируют вот туда глубоко. Вот есть форум разработчиков, там есть специалисты, которые занимаются API. API официально у 30x закрыта, вот этот C-Sharp API мощный. То есть есть, там люди задают вопросы, им отвечают разработчики в рамках там своих компетенций, в рамках возможности 30, где брать какую-то ссылку и так далее. Вот. Поэтому туда глубоко я бы сейчас не входил, а лучше все-таки работать на форуме. А что касается модуля для чата, смотрите, это очень интересная штука, это был такой популярный, самый популярный модуль для чата для WordPress, там, по-моему, в Южной Африке его написали. 30x его приобрела, эту компанию, значит, доработала, проинвестировала, доработала этот модуль и включила в свою систему. Теперь вы можете на своем сайте разместить код либо на определенной странице, причем настраиваемый код, то есть там разных цветов. У этого кода, у этого виджета могут быть разные реакции, то есть оффлайн сообщения, то есть когда, например, у вас нет на месте операторов, он может выдавать определенное сообщение, он может иметь там всплывать справа, всплывать слева. Настраиваемый код, который вы размещаете на своем сайте, это может быть как сайт на движке WordPress, так и любой ваш сайт. Главное, чтобы у вас был доступ к root, к html-коду, собственно говоря, к движку сайта. И дальше вам не нужно использовать какую-то стороннюю систему чата, там, jivo-чат или еще что-то. Непосредственно этот модуль напрямую взаимодействует с ядром 30x и с веб-клиентом, то есть с вашим рабочим местом оператора или с мобильными предложениями для iOS и Android. То есть вы устраняете стороннюю систему, вы не платите кому-то, у вас система как бы закрытая, включающая чат для сайта. Причем этот чат после доработок, который сделал от 30x, его можно перейти в голосовой вызов. То есть вы написали, а тут же нажали кнопку, ну, пользователь тут же нажимает кнопку и начинает, надевает гарнитуру, начинает звонить голосом. Не хватает голоса, нажимает кнопочку видео, начинает из этого же чата, то есть не прекращая разговор, общаться по видео. Кроме того, вот эти все входящие сообщения сайта, они могут становиться в очереди, они могут распределяться на определенных сотрудников, на определенные отделы, то есть точно так же, как и звонки. И это гарантирует, что группа сотрудников может обрабатывать большой поток входящих сообщений, сообщения не будут теряться. В общем, очень удобно. Ну и, как я сказал, все еще это можно делать на мобильных устройствах через стандартные приложения. Кроме того, сейчас к этому же чату в следующий канал добавлен, это, как мы уже говорили, в Facebook. Спасибо. Непосредственно нужно вытянуть эту информацию. Да, да, да. Вот тут правильно. Совершенно отметили. Дмитрий, да, это база данных, ну это нет документации. По поводу интеграции с приложениями. 30x – это ПО открытого стандарта, то есть вы можете подключить практически любой комплект, который вам нравится, он будет работать, если вы сами сможете поддерживать интеграцию. То же самое касается CRM и PMS-систем. Оба являются важными инструментами для обработки вызовов, для клиентов, которые занимаются продажами, бронированием, поддержкой. То есть сейчас очень много клиентов действительно используют все больше и больше CRM-системы. Когда в Эвераер ваших клиентов поступает звонок, они хотят, чтобы у них была автоматически доступна вся информация о звонящем, необходимая для обслуживания. И подключение 30x, интеграция с CRM, она позволит им осуществить такой доступ. 30x предлагает несколько вариантов. Первый – использовать одну из наших поддерживаемых систем и подключиться через наше руководство Plug-and-Play к ведущим системам PMS и CRM. И второй – использовать наш генератор шаблонов CRM для подключения API-интерфейсов к 30x. Он доступен со всеми лицензиями Pro и Enterprise, и он требует базовых знаний программирования. Наконец, если у вас есть разработчики, вы также можете создать свою собственную интеграцию с нуля. И здесь наши уважаемые партнеры делают такие интеграции, и потом эту услугу предоставляют как дополнительную услугу не только клиентам, но и другим партнерам. Поэтому здесь вы смело можете поделиться, Дмитрий, по поводу ваших интеграций. Игорь, расскажите про свой опыт интеграции с CRM. Да, я расскажу в двух словах. Тут были вопросы, я их зачитаю. Вот был вопрос, где брать ссылку на запись разговора. Да, действительно, она берется из базы данных 30x. Это все недокументировано, но вытянуть можно через SQL-запрос и дальше уже с ней работать. Это лучше, чтобы это делать человек опытный и сначала немножко повисел на форуме разработчиков, почитал соответствующие рекомендации. И когда будет доступ по Webhook, например, интегрировать софтфон и собственное приложение. Ну, софтфон сейчас можно по силу подключить, а вот эти вот подключения к веб-интерфейсу, они недокументированы. То есть к веб-сервису 30x пока никакой документации я не видел. А, ну, собственно, все. Да, вопрос и все. По поводу опасная ли тема, ну, там вы можете просто считывать информацию из СУБД, то есть ничего туда не писать. По-моему, это возможно. По крайней мере, наш программист это делал, доставал эти записи, никаких сложностей не возникало. Просто это несет дополнительную нагрузку на ядро ОТС. И немножко, конечно, вот эти все заказные сторонние приложения нужно, сейчас же 30x популярно на Линуксе и в облаке. И вот тут возникает сложность, например, если вы где-то разворачиваете на облаке, а тем более на хостинге 30x, где вообще, кстати, SFD, Callflow Designer, не поддерживается. То как это туда все засунуть, всю эту дополнительную код, эти дополнительные модули, это вопрос. Потому что мы, например, реализовали сейчас это на Windows, вот эти все обращения. Сейчас это мы тут переделываем на Netcore, но это такое дело. Проблема и с установкой, особенно у неопытных пользователей. В общем, с этим надо разбираться. Теперь интеграция с приложениями. А, так, у руководства... Да, по поводу CRM интеграции. Ну, тут существует мастер, как уже было сказано, интеграции с вашей CRM. Если есть у CRM так называемый PBX API или там телефон API, то при определенных навыках можно связаться с любой вашей CRM. И это предложите вашему покупателю как дополнительную опцию. Потому что часто очень клиент говорит, я готов купить вашу систему, но у меня вот этакая определенная CRM, и вы готовы ли мне ее подключить? Вот. Ну, конечно, надо разобраться. Я не скажу, что там сильно сложно, но надо не разобраться. И взяв, например, в качестве примера CRM VITREX или CRM AMI, которые уже есть готовые шаблоны, оттестированные самими разработчиками 30X, можно по аналогии сделать и ваш шаблон. Тем более, как я сказал, 30X предлагает такой мастер, это Windows-приложение, где вы просто должны вставить определенный REST, запросы в нужные поля. Вот. Ну, это так нужно показать, в принципе, можно показать. Я сейчас, если найду эту ссылочку, называется 30X CRM как-то там, CRM template generator. Вот. Я сейчас ссылочку сброшу, и вы посмотрите, когда откроете. Вот. Насколько хорошо работает интеграция CRM из коробки AMO CRM? Она хорошо работает, но вопрос удовлетворить заказчика та интеграция, которая предлагается. Если удовлетворить, да, она хорошо работает. Надо понимать, что некоторые хотят, чтобы они прямо из CRM могли управлять АТС. Вот. Или чтобы там передавалось в АТС, туда в базу данных CRM записывались разговоры, сохранялись файлы разговоров. Такого в данный момент 30X нет. Ну, вот сейчас ребята поры дорабатывают. Видите? Разрабатывают свой модуль более сложный. Ну, вот я сбросил ссылочку CRM template generator, который позволяет, не наделав ошибок, создать нужный шаблон под вашу CRM. Вот. Но сейчас, мне кажется, на рынке CRM вот лидерство захватили, ну, мне кажется, опять же, AMO и Bittrex в таких CRM широкого профиля. Но есть какие-то специфические CRM там для строителей, для медицины. Вот с этими CRM люди готовы платить деньги для хорошей интеграции. Вот. Вопрос еще раз повторю. Хватит ли той функциональности, которая предоставляет RISX штатно? Это вопрос. Вот. Многим, насколько я знаю, не хватает. А многим, а некоторые, в принципе, используют. Но надо учитывать, что она бесплатна, и это большой плюс. Хорошо, да. Для небольших компаний. Спасибо. Дмитрий. Дмитрий Пахомов, да. Давайте я еще тоже скажу. Я про это говорил быстро, сделаю больше упор, чтобы часто не устраивать штатной интеграции с CRM-системами. Работает она, конечно, как часы. Тут вопросов нет. Но вопрос функционала, да, как говорил Игорь, устроит, не устроит этот функционал. Основные минусы следующие. Все журнализирование звонков делается от имени одного веб-хука, то есть от имени одного пользователя. И CRM показывает, что вот этот звонок, который был совершен или пропущен, он связан с одним и тем же пользователем. Хотя реально говорили разные люди. В заголовке звонка будет прописано, что это звонок с такого-то городского номера на такой-то добавочный. Но вы должны напрячься и понять, а кто, какой сотрудник стоит за этим добавочным. А люди хотят, чтобы сразу запись о звонке привязывалась к нужному сотруднику, который реально участвовал в разговоре. Вот этого нет. Какие еще нарекания бывают часто? Звонок пришел на группу. И телефон звонил у нескольких сотрудников. Например, у пяти. Никто не взял трубку. И у всех у пяти возникает сообщение о пропущенном звонке. То есть пять сообщений об одном и том же пропущенном звонке. Это многим неудобно. К сожалению, от этого тоже в штатной интеграции не уйти. И отсутствие ссылки на скачивание записи разговоров. Разговоров вот этого нету. И нет информации, на какой номер нам позвонили. Положим, у нас десять номеров. И каждый номер, он, там, разная рекламная компания. Или, например, бытовая химия – это вот этот номер. Электронные товары – это этот номер. И так далее. Это мебель – этот номер. И мы хотим знать, на какой номер пришел звонок. Вот эта информация, она тоже отсутствует. Если все это делать с помощью call-flow дизайнера, но это уже сложная задача достаточно, то вот все эти минусы можно решить. Мы сейчас над этим работаем. Спасибо, Дмитрий. Насколько я знаю, вы дорабатываете вот эти все интеграции, внедряете и так далее. И эту услугу тоже вы можете предоставлять не только клиентам, но и партнерам. Да, за деньги мы можем в этом вопросе помочь. То есть у нас здесь достаточно хороший опыт. У нас у самих работает интеграция с Bittrex уже более года. У нас АТС на Linux в облаке. Я вижу ссылки на скачивание записи разговоров в Bittrex. Я вижу, на какой номер мне позвонили. Я вижу, какой сотрудник реально был в разговоре. То есть все эти минусы у нас учтены. Но у нас это сейчас пока сделано на уровне клиентской интеграции, на уровне 30x фона десктопного. Вот сейчас я работаю над тем, чтобы от 30x фона уйти и полностью уйти на серверное решение. Тоже в CallFlow дизайнер это начал программировать. Ну и мы предлагаем нашим клиентам. У нас у ряда клиентов это все работает. То есть люди нам заплатили деньги. Пока еще никто обратно их не потребовал. Люди довольны решением. Отлично. Дмитрий, пожалуйста, в комментариях скиньте свои контактные данные, чтобы партнеры тоже видели. Хорошо, скинул. Кому обращаться, если необходимо. Мы переходим к отчетности о звонках. Это очень важная тема. Это важная функция для контакт-центра. Как долго агенты разговаривают по телефону? Сколько входящих и сходящих звонков они делают и принимают? Какова производительность ваших очередей? Наши встроенные отчеты отвечают на эти вопросы. На выбор предлагается более 30 отчетов. И в целом их можно разделить на два лагеря. Во-первых, у вас есть отчеты о качестве обслуживания, которые помогают администраторам очередей анализировать качество обслуживания звонящих клиентов. Эти отчеты включают отчетность обратного звонка, статистику нарушения SLA, отчеты о времени ожидания. Кроме того, у нас есть отчеты о производительности, эффективности, которые можно использовать для наблюдения за агентами во время работы, выявления успешных агентов или тех, кому необходимо улучшить качество и производительность. Отчеты о производительности включают в себя отчеты об активности операторов, отчеты о внутренних абонентах, время разговора и распределение вызовов. Отчеты могут быть извлечены как данные или как предварительно отформатированный график. Сейчас я покажу вам несколько примеров. Коллеги тоже смогут прокомментировать. Например, здесь показан график активности пользователей, на котором мы видим отвеченные и неотвеченные вызовы одного агента за январь. Вы видите, что это удобный инструмент, и администратор очередей может очень быстро определить дни, когда агент был более активен и когда испытывал некие трудности. Следующий пример – график среднего времени ожидания. Здесь вы видите время, в течение которого вызывающие абоненты ожидают, прежде чем агент ответил или оранжевым отмечено он повесил трубку. Здесь очень быстро можно уловить любые всплески и провалы в данных и определить, где агенты могут быть перегружены. Это может помочь клиентам определить, если необходимо нанимать какой-то дополнительный персонал или перераспределять загрузку. Достоверные данные. Это очень важно для статистики. Перед вами пример извлечения данных для агентов в одной очереди. Он ясен, удобен для чтения, предоставляет всю информацию, необходимую для проверки работы команды. Например, вы можете увидеть здесь общее время, в течение которого они были в системе, сколько звонков они приняли, общее время звонка и время разговора. По поводу отчетности это все. Вы можете прокомментировать, коллеги? Игорь, Дмитрий, по поводу отчетной аналитики. По поводу отчетности могу прокомментировать, что отчеты предустановлены. То есть их нельзя создавать вручную. Я имею в виду, что их нельзя комбинировать, конструировать, скажем так. Они уже предустановлены. Можно установить только очередь, период этого отчета. То есть от какого до какого. Выбрать определенный их... Если это отчет по внутренним номерам, то внутренние номера, диапазоны. Сделать его периодическим. Например, раз в день, раз в час или раз в определенное время. Отчеты недоступны онлайн. То есть вы не можете сразу просмотреть отчет. Как правило, они генерируются в фоновом режиме и отправляются вам на e-mail. Это сделано для того, чтобы не подгружать систему вот такими резкими запросами, которые компилируют отчет из базы данных. По исходящим вызовам отчетов нет. Ну, по такой сложной статистике исходящих вызовов. То есть это все для входящих вызовов. Пожалуй, все. Да, существуют сторонние конструкторы отчетов. Есть разработки и западные. Есть, вот я знаю, в Харькове есть система, которая просто собирает call records, записи, которые ведет 30x, CDR. И дальше на базе этого CDR-вывода call data records. Она может строить свои собственные отчеты. То есть это такая универсальная система построения отчетов, которая работает из Cisco, из 30x успешно работает и там с другими системами. Это чтобы построить свой отчет. А базовые отчеты есть, вот 30x, но в принципе все отчеты, которые важны, они присутствуют и достаточно неплохо работают. То есть достаточно точный, и по ним в последнее время точности этих данных нареканий нет. Также сейчас вот из новых отчетов, которые появились в последний год, это отчет по тому, на какой внешний номер, какие вызовы и сколько вызовов приходило. Часто спрашивали. А как узнать, сколько мне звонят на один номер или на другой номер? Вот такой отчет появился. Он тоже предустановленный, встроенный. Отчеты можно генерировать в формате HTML и CSV, то есть файл текстовый, разделенный запятыми. Дальше этот текстовый файл, в принципе, можно загрузить в Excel и уже более сложно его сводить, делать сводные таблицы, какие-то дополнительные отчеты на базе его строить. Вот так. Олег, если хотите, можете смело прокомментировать на тему отчетов. Меня зовут Олег. Слышно меня? Да, слышно. Очень хорошо. Смотрите, по поводу отчетов хотел прокомментировать на нашу практику и будем писать разработку, эту идею. Самое слабое место любого отчета из нашей практики в контактном центре это, как ни странно, тот человек, который этот отчет смутил. То есть пока он в пятницу вечером или когда-нибудь не получит этот отчет, не посмотрит, сколько у него там было пропущенных, отвеченных звонков, ну, по сути, ничего не произойдет. Мы сейчас разрабатываем, ну, так скажем, кастомно, конечно же, это все на коленке сделано в базу данных, мы ползаем, но, тем не менее, мы сторонники такого исхода. Если, то есть мы настраиваем определенные границы, в которых должен быть наш контактный центр, СЛЭД не больше, количество абонентов в очереди должно быть, допустим, не больше, там, 10 или 12 абонентов, они должны ждать в очереди больше 5 минут. И если находятся такие несчастные, то есть мы переступаем некий красный флажок, то у нас, по сути, срабатывает так называемое контрольное событие, ивент некий, который уведомляет в тот же момент времени интересованного человека, допустим, в Телеграме, в WhatsApp или еще где-нибудь. Даже если вообще не находятся ни на рабочем месте, вплоть до того, что там руководителю компании пишется, у нас в контактном центре вот такая-то, такая-то беда прямо сейчас происходит. Он об этом узнает в момент времени, вот когда это сейчас там в среду вечером происходит, а не когда ему положат этот отчет, распечатанный в PDF-очке, там, в пятницу либо в понедельник. Это очень сильно помогает в плане управления именно контактным центром, удержание его, так называемой, зеленой зоне, та, которая нужна конечному бизнес-заказчику. Это раз. То есть мы, по сути, исключаем из этой цепочки человека, который сидит, может, этот отчет, и в каком он будет настроении, кто на своем мере будет дальше делать непонятно. А что у нас, в частности, ябиты, системы, которые уведомляют заинтересованных пользователей. Девочки, у нас сейчас в очереди там столько-столько-то человек хороших курить. Потому что операторы такие люди, которые ходят курить, к сожалению, или куда-нибудь там еще, все вместе. К сожалению, это чаще всего женские коллективы, поэтому там такая толпа всегда уходит. Вот. Это уже просто и практики. И мы их уведомляем. Девочки, у вас там в очереди 16 человек. Ну, уже все, уже хорош. Или там через 2 минуты идет уведомление уже вышестоящего руководства, и они об этом узнают. И то, что они знают, что руководство знают, очень сильно способствует тому, что вот эти хвосты не растут. Который, по-моему, отдел маркетинга мужественно разгребает там по соцсетям, потом гася этот негатив из-за контактного центра. То есть вот эту вот идею мы сейчас реализуем, но мы там лезем в базу данных. Это очень большая трудозатрата в плате, и инженерия это делает. Вот это я бы хотел, чтобы ты всех на это обратила внимание, вот на такую вот границу, в которых мы существуем. Сейчас только есть автоматическая ябеда, если мы, допустим, там не отслужили звонок в течение 20 секунд. Но, к сожалению, далеко не все показатели контактного центра, за которыми нужно следить в момент времени вот тот, который появился. Потому что, еще раз повторюсь, у отчетов слабое место, это тот человек, который эти отчеты потом смотрит. Посмотрел их, не посмотрел, еще не будет. А здесь мы уведомляем. И это в том числе и в бордах, то есть как в панели там в Боинге можно отображать. У нас этот показатель становится зеленым. Он все в порядке с ним, или он начинает желтеть, все с ним плохо, или он начинает краснеть, значит что-то где-то совсем плохо. То есть даже такой элементарный светофор очень сильно облегчает жизнь контактного центра. И еще один показатель, который мы кастомим, это стоимость. Потому что очень часто колл-центр начинает заливать деньгами. Иными словами, сколько себестоимость у нас обслуживания одного абонента при входящем звонке. Особенно это чувствительно, когда у нас подключены номера toll-free, 8800, когда мы платим, то бишь компания платит за входящие звонки. И мы считаем, сколько там в рублях, в долларах, неважно, сколько стоит там обслуживание одного входящего звонка. В случае с 8800 это очень на самом деле суровые тумбы бывают, когда начинаем считать и биллинг операторов, то есть сколько у них было по часовку, сколько он времени находился, и стоимость входящего звонка, который у нас был. То есть мы это пропускаем через биллинг и выводим показатели в рублях, ну, то бишь в валюте. Сколько она стоила. Вот таких отчетов тоже катастрофически не хватает. Их сейчас приходится собирать по там, задворкам базы данных. Спасибо, Олег. Олег, вы, пожалуйста, скиньте тоже свои контактные данные, если коллеги захотят обратиться и у вас тоже эту услугу приобрести. Спасибо большое. Я немножко коснусь лицензирования контакт-центров. Вы наверняка эту информацию знаете. То есть 30X предлагает разные функции в зависимости от лицензии. Если клиенту необходим высокофункциональный контакт-центр, у него должна быть лицензия редакции Pro или Enterprise, в зависимости от того, что он хочет видеть. И я помню, если новый клиент хочет протестировать 30X, вы можете создать бесплатную пробную версию для своего партнера в партнерском портале и проапгрейдить ее до необходимой редакции и количества одновременных вызовов. То есть до Enterprise 1024 вызова одновременных. И такая пробная лицензия будет работать у клиента в течение 60 дней. То есть это очень хороший инструмент при продажах. Спасибо, Олег. По поводу удаленной работы. Удаленная работа контакт-центры набирает обороты. Тем более сейчас, во время ковида, в неспокойное время, мы приспосабливаемся к новой жизни на карантине. И многие клиенты все больше и больше используют разные технологии для удаленной работы. 30X позволяет им эту возможность приобрести и агентам работать удаленно, используя разные технологии. Все, что им нужно, это допущенный номер, пароль для входа в программу. Они мгновенно получают доступ ко всем средствам связи, которые есть в офисе. Они будут управлять всем с помощью единого интерфейса, который можно использовать из дома. Наше удаленное решение состоит из шести ключевых моментов. Первое – это веб-клиент. Это мобильные приложения, веб-встречи или веб-митинг. Обмен мгновенными сообщениями в корпоративном чате. Лайв-чат, о котором мы уже упоминали. Статусы пользователей, связанные с той или иной переадресацией, поддерживающие комментарии абонентов. То есть, например, он может поставить статус «Работаю удаленно». Посмотрим каждый более подробно. Веб-клиент, веб-клиент, статусы пользователей. Веб-клиент 30x достаточно прост в использовании. Включает в себя многие функции, необходимые для эффективного общения, для совместной работы, связи с коллегами, клиентами прямо из браузера. Из одного интерфейса вы можете легко совершать звонки, просматривать статусы коллег, отправлять сообщения, проводить видеоконференции. Поскольку веб-клиент основан на браузере, вы можете войти в систему из любого места, даже из дома. У нас есть расширение веб-клиента для Chrome и Edge, поэтому клиенты могут совершать и принимать звонки с помощью всплывающего мини-клиента, мини-окошка вместо полного веб-приложения с вкладками браузера. Он включает в себя функции, вызывая нажатием «click to call», чтобы легко совершать звонки из номеров на веб-страницах или в CRM. Коллеги, если есть комментарии по поводу веб-клиента, можете смело добавлять. Наверное, все, кто как партнер пользуется 30X, знакомы с ней, знают, что веб-клиент — это браузерное приложение, которое использует для звонков не SIP, а технологию WebRTC. И дальше уже на каком-то этапе сама ядра 30X перекатировать его в SIP, для того, чтобы звонок выходил на городские линии или на шлюз. А маленький вот этот телефончик, он просто удобен тем, что реализован как расширение для браузера и сам автоматически находит на страницах строки, напоминающие телефонные номера, и подсвечивает их. Подсвечивает и, вернее, подчеркивает. Дальше вы просто кликнув на номер, просто кликнув мышкой на номер, вы автоматически как бы копируете этот номер в это маленькое окошко боковое, и дальше нажимаете «Отправить», и звонок пошел. Пошел звонок либо через браузер, тогда вам нужна гардитора с наушниками, либо с IP-телефона, с которым увязан этот веб-клиент. В самом веб-клиенте, ну, если кто пользовался, наверняка знает, там есть выбор, через какое устройство делать звонок. То есть очень удобно. То есть любое приложение, любая веб-страница, таким образом превращается в список контактов, список телефонов. Это очень удобно для различных служб, в том числе онлайн-CRM, таким образом. То есть я имею в виду любые веб-CRM, таким образом. Все номера, которые есть на страничке CRM, они кликабельные, как говорится, и с них можно звонить. Ну, а веб-клиент, он имеет такой расширяемый интерфейс, там постоянно 30x добавляет новые функции. Вот сейчас появится функция сообщения, и туда будут приходить сообщения из Фейсбука, СМС-сообщения и так далее. Он все время расширяется, дополняется. Ну и кроме того, сейчас, насколько я знаю, 30x отказалась от Mac-клиента, родного клиента для компьютеров MacOS. Поэтому, благодаря браузеру, можно использовать веб-клиент, ну, то есть можно звонить, можно использовать 30x на любых системах, где есть браузер, хоть на телевизорах, хоть на Chromebook'ах, везде вы получаете решение для телефонии, которое достаточно просто вставить гарнитуру. Кроме того, веб-клиент поддерживает интеграцию с некоторыми гарнитурами, насколько я знаю, Syntheser, Jabra, то есть на гарнитуре кнопочка ответа, и вы можете ее нажать, и веб-клиент эту команду поднимает, и принимает звонок. Вот так вот. То есть веб-клиент, он полностью замещает родное приложение. Кроме того, веб-клиент имеет все функции мониторинга колл-центра. То есть если у пользователя есть права супервизора, супервизора, если у него есть доступ к очередям, он может видеть состояние очередей вызовов, переключать вызовы, прослушивать вызовы. В общем, полное управление системой делается во вкладках веб-клиента. Но в зависимости от того, какие у пользователя есть права, этих вкладок больше или меньше. По поводу мобильных приложений, 3CX включает собственные приложения в IP для Android и iOS, которые мы постоянно обновляем и тестируем. Приложения бесплатно включены во все лицензии 3CX, поэтому наши клиенты могут брать с собой свои добавочные номера, где бы они ни находились. Помимо звонков, вы также можете общаться в чате, обмениваться файлами, подключаться к конференциям звонкам со своего мобильного устройства. 3CX веб-митинг предлагает бесконтактные онлайн-встречи, веб-конференции. Вот сейчас у нас проходит вебинар. Используя HD-видео, вы можете видеть участников онлайн-встречи. Веб-митинг, что он позволяет? Загружать PDF-файлы, делиться Word-документами, электронными таблицами Excel. Вы можете поделиться своим экраном, использовать интерактивную доску для проинсторминга. Да, вот сейчас я, например, делюсь с вами PDF-презентацией. Также можно поделиться экраном, что мы делали на других наших вебинарах. Что касается видеть участников онлайн-встречи, возможно, вы получили уже информацию, то есть, что максимальное количество участников веб-встречи, которых можно видеть, это 16 человек. То есть 16 окошек появятся во время веб-митинга, вне зависимости от редакции. То есть количество участников веб-конференции зависит от той редакции, которую вы выбрали, той лицензии. Но вне зависимости от этой выбранной редакции и лицензии количество участников, которых вы можете видеть визуально, это 16 человек. Этот вопрос у нас недавно возникал с одним из клиентов, которому было очень важно, чтобы все, например, 50 участников мог их видеть. Но, к сожалению, этого нет. Поэтому мы об этом предупреждаем. На этом графике показано использование, например, веб-встречи 3CX. Это как пример. Это было в начале года, и вы можете видеть, как начало расти количество веб-митингов с началом пандемии. То есть в марте наш объем использования веб-митингов увеличился на 300%. И сейчас веб-митинг, веб-конференции – это одна из главных функций, которая может заинтересовать клиента. И очень многие ее запрашивают. Корпоративный чат – функция мгновенного обмена сообщениями в корпоративном чате. С 3CX ваши клиенты могут позволить сотрудникам общаться друг с другом с помощью текстовых сообщений, без необходимости использовать какие-то сторонние системы обмена сообщениями в интернете, WhatsApp, Facebook, Messenger и так далее. И указывать свои личные номера телефонов. То есть пользователи 3CX могут управлять и получать текстовые сообщения через веб-клиент 3CX, приложение для Windows, Mac, iOS, Android, то есть из любого места. Вы можете общаться с коллегами в режиме реального времени, отправлять ссылки и много без дополнительной какой-то оплаты. Если есть какие-то комментарии по корпоративному чату, веб-митингу, смело, веб-встречи можете смело поделиться сейчас. Был комментарий Олега. Мы бы не рекомендовали для удобных операторов использовать веб-клиент. Я бы хотел, чтобы он уточнил, потому что это действительно интересно, какие там возникают проблемы первыми. Да, конференция и веб-митинг действительно очень, на мой взгляд, удачный и хорошо сделанный продукт, потому что вот мы видим, что очень хорошее качество, и очень хорошее качество звука, и хорошо спланированный интерфейс, спроектированный интерфейс. Я когда-то переводил статью руководителя 3CX, Штефана, и он пишет, что там планируется такая, возможно, интеллектуальная система вывода видеоизображений участников на экран. То есть проблема в чем? Что очень сложно вывести 50 человек, чтобы это работало эффективно. Ну, представьте себе, 50 человек, даже если все говорят 50 человек, очень неудобно, а если видят, это малюпусенькие картинки, это нужен какой-то огромный экран или что-то такое. Планируется, что, возможно, будет как-то поактивироваться по голосу говорящего, или, возможно, будет заложена какая-то ротация изображений. Но 16 одновременных изображений на экране, на мой взгляд, я, может быть, ну, я не знаю, есть разные системы, но мне кажется, это очень много. Это просто уже, представьте, вы одновременно говорите с 16 людьми. То есть одновременно, ну зачем это, да? Так что это излишнее. Поэтому 16 это достаточно. Ну, кроме того, поскольку все это происходит в браузере, то идет достаточно серьезная нагрузка на движок Chrome и требуется достаточно мощный компьютер у пользователя, даже для того, чтобы вывести там 4 или 6 человек, чтобы говорить про 16. Мы надеемся, что со временем, как я уже говорил, в веб-митинге появится интеллектуальная система ротации изображений участников. Да, и в зависимости от активности, и по времени, и так далее. Если вы, например, совмещает конференцию, как, например, у MS Teams, если возможность подключать к митингу сторонних внешних абонентов, голосом вы можете подключить к видеоконференции веб-митинг, вот к нашей, может позвонить человек с SIP-телефона или с обычного городского телефона на 3CX и подключиться голосом. Это есть. Сервисов чата и конференции, ну, каких-то сторонних интеграций у веб-митинга нет. Только звонок голосом. Да. Олег? Олег, хотите прокомментировать? Подключается проблема у надомных работников через клиент. Ну, возможно, да, она существует, но, интересно, как она проявляется? Проявляется она довольно просто. То есть сейчас практически там 80% народу сидит по домам, то есть там огромные офисы пустуют, по крайней мере, там в московском государстве, и народ сидит по домам. Они сидят в браузере, они сидят на веб-ротессе. То есть наша техническая поддержка, ну, уже устала эти этики-то разгребать, а выглядят они примерно следующим образом. Ой, у меня хрюкает, у меня квакает, у меня не подключается и так далее. То есть там начинается все с того, что там разрешить микрофон, вот это вот все, там выключили, включили микрофон. Но это проблемы относительно не, ну, как это скажем, не критичные. А основное то, что мы начали ловить, это, опять же, барышни там зачастую сидят, и у них огромное количество вкладок, а чаще всего еще два монитора включены, и мы подключаемся там по Эни-деску, ну, что у тебя там случилось. И видим, у нее там 20 вкладок на каждом экране, у нее там танки онлайн мы видели, ну, это уже была не барышня, это было это. У нее там запущены там игры там, всякие фермы в Одноклассниках, во ВКонтакте и так далее. То есть мы таким сразу же ставим там, вот тебе 3CX виндовый клиент, и не мучайся, потому что он существенно менее чувствительный, а компьютеры у них там не i7 процессоры стоят, у них там что-то сильно домашнее стоит. Вот. И это никто не запрещает. Там куча вкладок, баннеры там, вот это все безобразие открыто, YouTube открыт, и вот, и все. То есть Chrome, разумеется, погибает под всем этой нагрузкой, и на реал-таймовом приложении, коим там 3CX, випорт 3C является, это сразу же влияет очень негативно на качество голоса. То есть если бы там в плюшевых условиях или там как айтишники любят, у меня тоже 3CX лично, у меня работает замечательно. Но у меня там очень мощный ноутбук, у меня там не больше 10 вкладок, и разумеется, у меня никаких проблем нет. Вот. Но в домашних условиях, когда мы не контролируем, что еще рядышком открыто, а открыто бывает жуткое количество вкладок, и с чем они их там откроют, с какими вирусами, баннерами там, видосиками, играми и так далее, мы не знаем. Они сидят там на дому, принимают звонки, параллельно еще играют. Да, играют, и ждут, что это будет все работать нормально. Ну, к сожалению, повысить приоритет випорт 3C невозможно внутри хрома. Ну, по крайней мере, не нашли, как это сделать. А приложение 3CX, которое отдельное, оно более, так скажем, устойчиво к таким издевательствам. Это уже чисто выдает издевательство над компьютером, поэтому вот исключительно такие примеры. То есть мы просто выщелкиваем и переключаем. Да, на фоне у нее находится 3CX клиент, веб, но звук уже отдельно в софтформе. Вот такие причины. Спасибо, Олег. Ну, я думаю, что о таких моментах надо, в принципе, информировать руководство при установке 3CX, да, если вы планируете, например, на домных работников, то, пожалуйста, контролируйте, и так далее, и так далее, и так далее. То есть об этом можно говорить и предупреждать, чтобы как-то или блокировали вообще им доступ в разные игрушки, в фейсбуке и так далее, что он, не знаю, работает. Вот у тебя есть твой корпоративный компьютер, и ты с ним работаешь. Или выдавали какие-то ноутбуки, как он в нашем, например, случае. Ты идешь домой, вот тебе ноутбук, и ты там пользуешься, и мы отслеживаем абсолютно все, что ты делаешь. Запрещать корпоративные ноутбуки – это круто, но, к сожалению, в основном это выглядит чуть побанальнее. Там старший сын поиграл с утра, ой, мама, не закрывай вкладочку, ну вот мама сидит с этими вкладочками. Ну да, просто их надо предупреждать об этом и разговаривать, наверное, работать с персоналом. Это все себестоимость нашей технической поддержки. Дополнительный заработок тоже. Хорошо. Одну секундочку. Да. Вот этот веб-клиент, смотрите, тут идея первоначального 30x была «Хотели как лучше, а получили как всегда». Хотели сделать, максимально упростить для IT-специалистов и вообще для покупателей 30x настройку конечных усточек, чтобы не нужно было ничего устанавливать, чтобы не нужно было какие-то типы параметра прописывать, чтобы человек залогинился и все пошло. Поэтому решили, поэтому, сколько браузер есть у всех, на всех компьютерах, ром есть 100% сейчас, наверное, дальше видео в этом браузере уже интегрировано, то есть не нужны никакие сторонние продукты, никакие сложные какие-то кастом-собственные разработки и так далее. То решили, так зачем нам платить приложение, если мы можем залогниться, и мы в работе. Из любого кафе, из любого ноутбука, не обязательно своего собственного. В этом смысле открытость и гибкость хорошая. Но она влечет, она имеет и обратную сторону, что поскольку эту гибкость и вот этот интерфейс могут делить, ну, эту среду, могут делить и другие приложения, которые тоже хотят использовать артисты, которые хотят поднимать всякие баннеры. Да, конечно, созданные приложения, они имеют такой недостаток, потому что они все варятся в одном котле, и, конечно, специализированное предложение для надежной работы лучше. Ну, один из вариантов, давать таким сотрудникам на дом дешевые телефоны, какие-нибудь самые дешевые. Ну, это уже на усмотрение руководства. Ну, а я не веду дешевые железные телефоны. Или ставить клиент на мобильные телефоны. Android, iOS. Там он достаточно неплохо сейчас работает. Так, у Байкена вопрос. Будет ли возможность авторизации веб-клиента, используя Active Directory Radio? Игорь. Ну, это... Single Sign-On. Есть такие запросы, а пока не слышно. Пока никакой информации по этому поводу нет. Такие запросы в разделе идей давно есть, пока нет. Ну, вот эти корпоративные вещи для крупных организаций, они в 30Х постепенно добавляются. Насколько я знаю, сейчас есть плотная интеграция с Microsoft 365. там получается, что пользователь из Microsoft 365, он может автоматически импортироваться в 30Х, но все равно он авторизуется со своим номером телефона и со своим паролем, который ему 30Х присваивает. Какая-то интеграция частичная есть, но это не совсем то же, я так понимаю, что вы имеете в виду. Но, тем не менее, да, можно в Microsoft 365 в облаке создавать нового пользователя и 30Х будет автоматически себе импортировать и выдавать пользователю номер, ну, extension, логин-пароль собственный, к которому может быть и телефон, и веб-клиент. На сегодня это так. Собственное приложение, я не думаю, что можно. Если, например, ваше приложение имеет какой-то встроенный SIP-софтфон уже в приложении, он имеется, то вы можете его подключить к 30Х без проблем. Например, там VentoFax, она по SIP-у работает. Или там, как раньше CRM были, сейчас как-то их поменьше стало, у них был собственный SIP-клиент, то есть своя звонилка с SIP-клиентом интегрированным, с SIP-движком. То есть его можно было подключить к 30Х как обычный добавочный номер и пользоваться. Да, ну, конечно, да. Но, тем не менее, вот некоторым нужно и VentoFax работает напрямую. Или, вот, кстати, еще хороший пример. Такое приложение есть CallOffice российское. Там они где-то, ребята в Карелии. Тоже оно может делать автообзвон. Все функции этого CallOffice можно реализовать по SIP-у. Оно работает просто как, ставится на компьютер, работает как обычный SIP-телефон, но с довольно сложной логикой, там, разные обзвоны, проговаривание фраз, и так далее. Так что вы можете вот таким образом пойти. SIP-у, он стандартизован, никаких там проблем не будет. Байкен, вы хотите высказаться? Я могу вам включить микрофон. Да, Байкен, вы можете включить микрофон и сказать. Здравствуйте. Здравствуйте. интеграция. Вот интеграция телефона, софтфонов в какое-то приложение. Почему я задаю этот вопрос? Да, вот то, что вы говорите, если уже какое-либо приложение имеет, встроен софтфон, там можно где-то ситуацию по SIP-у, как любой другой софтфон или телефон и так далее. Но в этом случае мы тогда не видим остатки разговоров, занятости всех операторов, которые возможно использовать. Просто у нас есть один большой очень мощный программный продукт, используется, он используется в связке с колл-центром, тогда операторы включают данное приложение, по сути, они не используют, ну, в этом случае в классике не должны использовать никакие компоненты и программные обеспечения, они имеют только вот интерфейс своего программного продукта, который использует колл-центр, принимают обращение, заявки и у них сбоку обычно там имеется приложение, с которого они звонят и видят статусы своих коллег, статусы очереди, сколько занято и так далее, то есть маленький дешборд, который можно открывать в виде виджета, маленький интерфейс, который позволяет видеть колл-центр. Вот такой бы хотелось бы программный продукт реализовать с помощью Третьихс. Вот честно говоря, вот это решение сделано посредством авторитства, у них есть возможность подключения копий и так далее. В этом ключе хотелось бы реализацию Третьихс сделать, не просто звонилку с набирателем, ответом звонка или набором номера и потом поговорить. В этом случае как мы можем выйти из положения, используя наш поведет. Дмитрий, вы можете тоже прокомментировать устно? На российском рынке есть компания интерфейс, они где-то в Сибири вроде бы сидят, Омск или еще какой-то город, они делали интеграцию с 1С и они сами смогли сковырять API, которые используют Третьихс фон. Там никакой документации не было, они сами с этим разобрались, и они смогли в 1С сделать полноценный софтфон внутри 1С. И они получают и статусы, и всю информацию. Но они это сделали для 1С. Захотят ли они браться за работу с другой системой, не с 1С, я не знаю. Но обратиться к ним можете, то есть найти их контакты, они должны быть среди партнеров Третьихс на официальной странице компании. И попробуйте к ним обратиться, может быть они вам за деньги помогут. Да, я дополню. Дмитрий, да, у нас тоже тут у нас в штате есть ребята, которые сделали очень давно, еще лет 5 назад, то, что вы просите, там работает сервис, который самописный, который считывает непосредственно с ядра 30x, раньше этот API был открыт, потом его закрыли, статусы всех пользователей, и передает это во внешнюю компоненту, так называемую комп-компоненту. Дальше эта комп-компонента, она может уже для 1С или какого-то другого Windows-приложения отдавать там кучу разных параметров, которые необходимы. Всю информацию о звонке, его прохождении, статусы пользователей и так далее. В 1С это выглядит как такая передающаяся такая огромная строка, где номер, его статус, время, входящий звонок и так далее. Ну, это все реализуется, но это все, скажем так, некое кулибинство, то есть это недокументированные функции, то есть оно будет работать, вот, и, скорее всего, будет работать неплохо, но риск, к сожалению, есть, и я просто должен об этом сказать, что если 30x вдруг поменяет API по внутренней необходимости, то у вас оно просто все сломается, к сожалению, это есть. Ну, конечно, вы можете позвонить, связаться и программисты подправят это, наши программисты или там из интерфейса, но есть такой риск, то есть это закрытая, ну, это недокументированные функции, и они могут сломаться, все, вот это все, что я хотел сказать. Тут вы должны принимать и предупредить клиента. Вопрос в другом, когда вы сможете открыть вот фронт, часть API, чтобы мы могли его использовать полноценно? Весь инструмент 30x. по поводу, когда был на Кипре, и мне сказали, сами разработчики, что мы его закрыли из-за того, что не очень квалифицированные программисты делали свои приложения, они слишком нагружали ядро, возникали сбои, сложности, нашу техподдержку просто заваливали вот этими вот вопросами, которые, при том, что 30x было ни при чем, ну, собственно, это была не проблема 30x, а обращение к этому API 30x, и мы его пока прикрыли, вот, до лучших времен, чтобы наша техподдержка не перегружалась. Ну, когда откроют, я думаю, что, я не знаю, тут у меня никакой информации. Сейчас, я расскажу по этому поводу, по поводу API приходят иногда запросы, их очень точечно рассматривают, то есть, каждого партнера, который хочет получить доступ к API, для чего он это хочет делать, и так далее, и так далее. То есть, это можно попросить, запрос сделать, но, например, в этом году удовлетворили только, наверное, двоих или троих партнеров, которых рассмотрели вообще, что они будут делать, и для чего, и как, и почему, и чем они, ну, кто они в плане профессионализма, насколько профессионально они это будут делать. Пожалуйста, кому можно направить этот запрос? Мне отработать это с дистрибьютором или напрямую с вами? Вы можете, да, вы можете, сделаем так, обратитесь и к дистрибьютору, и ко мне, то есть, направьте сразу нам обоим этот запрос, и мы уже дальше будем, я направлю своим коллегам, которые рассматривают это. Я еще дополню. Да, пожалуйста. Там, насколько я знаю, раньше, может быть, Татьяна там подтвердит, была такая опция, API-саппорт, ее можно было как дополнительно приобрести, вот, я не знаю, осталась ли она сейчас, вот, и да, и действительно, точечно рассматриваются такие запросы, и этот API-саппорт, он предоставляется только, как сказать, после исследования, вот. Я не знаю, API-саппорт, но там достаточно серьезная, ну, относительно серьезная сумма была, и тогда уже непосредственно разработчики API включаются, ну, со стороны 30И включаются в прямую работу с вами. Ну, это да, это если разработка идет совместно с нами. Татьяна, реально, вот, партнеры реально вот настроены, имеют соответствующую квалификацию, занимаются определенных продуктов, которые не противоречат возможностям 30И. Хорошо, спасибо. В принципе, мы заканчиваем нашу, наш сегодняшний вебинар. Мы немножко вышли из времени, и я считаю, что это хорошо, потому что было много вопросов, много комментариев, и если возникают вопросы, вы все еще можете их задать, и можем пообщаться, продискутировать. Закрывая тему, я хочу просто напомнить, что мы доступны для всех, так как в нашем предложении есть бесплатные редакции, две бесплатные редакции, 4 и 8 одновременных вызовов редакции «Стандарт». Что у нас еще есть? Редакции «Стандарт», остальные первый год для всех клиентов являются тоже бесплатными. И если к вам обратится клиент, которому необходимо протестировать, как я уже говорила, вы можете предложить ему пробную лицензию любой редакции, любого размера, сроком до 60 дней. Напомню еще раз контакты свои и Игоря. Игорь Снежко – это электронная почта is.30x.com и моя электронная почта tm.30x.com Это для тех, кто не видит наш чат. Вы всегда можете смело к нам обращаться, пишите, мы вам ответим на любые вопросы. Если сейчас еще какие-то вопросы возникают, вы можете их озвучить, написать или устно озвучить. Если вопросов, комментариев нет, я, с вашего позволения, завершу наш сегодняшний вебинар. Спасибо вам большое. Да, как я уже говорила в самом начале, мы попробовали такого рода вебинар открытого стола, если это было актуально, если это было интересно, то мы будем продолжать такого типа, такого вида вебинары, в которых участвуют наша техподдержка и технически подкованные люди, где вы можете поделиться опытом и узнать много нового и практичного. Да, и вы можете смело присылать мне вообще фидбэк, отзывы о вебинаре и какие темы вы бы еще хотели прослушать в таком же ключе. Да, эта информация для меня очень важная. Вот. Хорошо, спасибо вам большое. Да, CFD – это важная тема, которую поднимают и запрашивают очень многие наши партнеры. Она очень обширная, на самом деле на 3CX не так много в нашем доступе какой-то практической информации, то есть этот вебинар надо будет делать с нуля, скажем так. Как только мы его создадим, мы обязательно проведем. Да, да, я хочу по поводу CFD, уже мы с Татьяной обсуждали этот вопрос. Во-первых, отсутствуют подобные вебинары и какая-то сводная информация, методическая информация, как их проводить на английском. Вот. То есть это, получается, нужно выдумывать с нуля. Во-вторых, можно было бы даже выдумать с нуля, но как-то так это все свести в слайды. Проблема в том, что не так много есть опыта работы с CFD. То есть, например, у меня лично опыт достаточно ограниченный. Да, я там делал липкость звонка когда-то, я там смотрел базу данных, я делал какие-то простые вещи, но это все можно прочитать и в документации. Вот. Интересно все-таки было бы послушать человека, который работает с этим, ну, скажем так, каждый день. Вот. Не так по необходимости или для каких-то демонстрационных целей, как лабораторные работы. Но я каждый день этим не занимаюсь, я занимаюсь там больше информационной поддержкой 30x. Вот. Я посмотрю тут по своим каналам, может, у меня тут есть один наш программист, но насколько он глубоко в 30x работал, я не знаю. Он в основном работает с .NET API, вот тем самым скрытым, который может поломаться. Да. Вот. По-моему, да, вот, собственно, вот в чем проблема проведения этого семинара. Так, мы бы с удовольствием, надо, нету людей, нету, может быть, вот из партнеров кто-то работает более. Вот, Вахрам пишет, да. Да, пожалуйста, да, вот это можно сделать, надо будет наметить, если... В следующий раз. Да, наметить, наметить, какие вопросы, о каких вопросах интересно будет рассказать и сделать. Да, потому что базово... Да, сказать, мы с CFD работаем плотно и часто, но я практически не работаю с визуальными методами вообще, ну, слово вообще. Я все пишу только на C-шарпе, потому что, ну, умея программировать на C-шарпе, пользуясь визуальными методами, связан как по рукам и по ногам. То есть, это все равно, что самокат сравнивать с гоночным болидом. Вот, примерно то же самое сравнение. Делать вебинар по C-шарпу, я смысла не вижу, это серьезная тема, а люди этим учатся годами, получают высшее образование. Вот, у кого такое образование есть, у кого есть эти знания, им вебинары не помогут, там другой уже уровень общения требуется. То есть, это профессиональный инструмент, который позволяет делать очень сложные, эффективные вещи. но это не для поверхностного изучения быстрого, а что касается визуальных методов, то в принципе есть документация, ну, на английском языке, но она понятна, и с помощью документации можно все изучить, и я там ничего-то принципиально сложного не вижу. Ну, давайте сделаем так, спасибо за комментарий, я посмотрю документацию, мы вместе сделаем вебинар, он не будет настолько технически глубоким, и так далее, то есть, в том же русле он будет проходить, как сегодня, можно будет меняться, какие-то базовые отправные точки на экране, и дальше будет живая дискуссия. Если нужен обзорный семинар, то его можно сделать, но именно обзорный, что есть такие-то, такие-то возможности. Кратко рассказать о возможностях каждого модуля, но действительно, как и наши программисты, они не работают с этим CFD, потому что они напрямую, помню еще API, уже его изучив тут за несколько лет, они напрямую с ним работают, прямо пишут готовые блоки, без этого всего, без этой прослойки. А на этот CFD, он планировался как программирование для непрограммистов, но он так и запланирован. Но простые вещи на нем делать можно. Ну или такие вещи, знаете, которые, чтобы, допустим, один человек сделал, а другой потом, после него, мог это все открыть и доделать, чтобы этот код не умирал вместе с человеком, например, который уволился, чтобы нужно было потом разбираться. Вот. Но, да. Да. Ну, в любом случае, да, по CFD у нас запрос уже есть. Обзорно сделаем. Да, на эту тему мы сделаем. Если какие-то еще темы интересные, присылайте, будем делать такого рода вебинары. Да, хорошо. Все, коллеги, спасибо вам еще раз большое за участие. Игорь, спасибо. Дмитрий, Олег, Байкен. Да, спасибо вам за ваши комментарии, за ваш опыт, за все. Спасибо большое. Да, всего хорошего. Не прощаемся. Спасибо. Спасибо.